Третий проезд в Самаре в этом году будет отремонтирован от Артемовской до проспекта Карла Маркса. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», инициированному президентом России. Общая протяженность ремонтируемого участка проезжей части около одного километра. Асфальтобетонное покрытие планируется заменить на площади шесть с половиной тысяч квадратных метров. После фрезерования подрядчикам выявлены ослабленные места и проведено укрепление основания дороги. На данном объекте производим работы по ремонту оснований общей площадью порядка 400-450 квадратных метров. Это у нас подразумевается нижний слой асфальтобетона на покрытие, замена щипня. Заменены люка смотровых колодцев, дождеприемные решетки в количестве порядка 85-90 штук. При ремонте инженерной коммуникации также производили работы по ремонту опорных колец, плит перекрытия. Ранее люки колодцев и дождеприемные решетки выведены на проектные значения. Установлены антивандальные и бесшумные люки. Стоит отметить, что на всех объектах, обновляемых по нацпроекту в текущем году, люки смотровых колодцев оснащены затворным механизмом и резиновой вставкой. Специалисты рассчитывают на то, что это минимизирует случаи воровства крышек и предотвратит грохот, когда по ним будет проезжать транспорт. Тем самым исключат неудобства для жителей близлежащих домов. Помимо этого, одна из важнейших задач – обеспечение безопасности движения. Новые технологии применяются в соответствии с требованиями дорожного нацпроекта. На третьем проезде на основании из щепня уложена асфальтобетонная смесь А32НН. На завершающем этапе ремонта укладывают верхний слой из асфальтобетонной смеси А16ВН. Все используемые материалы соответствуют ГОСТу. Так, структуры новой смеси марки А16ВН более плотные за счет большего содержания щепня и замены природного песка на дробленный. Вместо полимера – адгезионная добавка, которая существенно улучшает свойства битума. За обновлением проезжей части наблюдают и общественники. Ольга Событова живет неподалеку, в доме по адресу Печорская, 27. Рассказывает, переехали сюда 8 лет назад. Третий проезд ремонтировали, но пришло время снова привести дорогу в порядок. Она важна особенно для жителей микрорайона, поскольку здесь большое количество многоэтажных домов и точечная застройка продолжается. Здесь есть ливневка и периодически она почему-то проседала. Много ям, мы наблюдали весь процесс, делают дорогу гораздо лучше, качественнее. Контроль за ремонтом автомобильной дороги на улице Третий проезд ведет не только общественность, но и профильные ведомства. Качество выполняемых работ отслеживается на каждом этапе – от фрезерования до укладки верхнего слоя дорожного полотна. При самой укладке выполняются такие мероприятия, как контроль температуры асфальтобетонной смеси, отбор асфальтобетонных смесей для испытаний лабораторных, также очистка основания и розлив битумных вяжущих. Помимо этого специалисты контролируют и качество уложенного покрытия. Дорожная лаборатория отберет керны и выдаст заключение в отношении соответствия условиям муниципального контракта и национальным стандартам. Обновление дорожной инфраструктуры в числе приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По итогам прошлого года Самарская область снова была признана регионным лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году в губернии в рамках его реализации запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью 233 километра. В том числе в Самаре в этом дорожно-строительном сезоне по нацпроекту приведут в порядок 42 объекта. Работы завершены уже на 30, еще 10 охвачены ремонтом. Галина Топилина, Сергей Баскин, События.